шалом друзья мессианский центр шавей цион тут к нам пришел провокативный вопрос немножко как относиться к церковной власти знаете последнее время в нете всплыло несколько интервью с такими серьезными людьми я к таковым себя не отношу и они на самом деле эту тему неплохо обсуждали скажу я как вот вижу эту ситуацию или как вижу то что священное писание говорят нам начну наверное не с церковной власти а с дома устройства семьи и апостол павел говорит очень четко он говорит что глава бог потом маши их потому жена и дети если эта схема усматривается в любом доме то обычно в этом доме есть гармония и процветание во всех отражениях слова процветания но каким образом гармония это усматривается что муж над женой то есть она такая затюканная в углу сидит и только то мой господин ну конечно же нет если мы читаем и чувствуем намек священного писания мужем как добытчик а жена устрояющая дом и некоторые даже говорят как хочет так пускай устраивает или мудрая женщина умеет как устроить дом они умная разрушит свой дом и если ты муж даешь ей способность устраивать дом и вглавенствовать вещах которые о созидании дома говорят то ты семьи имеется ввиду гармония на говори давай поедем в отпуск дорогой ты говори давай потому что у нее это инициатива но ты достаточно закрываешь прикрываешь ее словами или подтверждаешь ее решение тогда есть гармония есть ли дети вдруг начинают вязать вязанки со своих родителей говоря дай мне то они то я то или я не то 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 дом начинает быть в не устройстве хотя периодически каждый дом проходит через какие-то вещи то же самое община и мы видим как в свое время муж и затруднялся как управлять народом израиля пришел его тесть и тро муж и тоже не был простачком он воспитывался при дворе фараона получил наверное класснейшее образование там но растерялся когда нужно было с народом справляться с многоуровневым народом у которого на каждую вещь было 20 а может быть 120 идей как решать его как и сегодня в израиле остается ему и тро пришел и дал ему советы говорит поставь такого уровня лидеров такого 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 судей такого 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 и муж и разобрался по сути сам это же самая схема пришла в управление общины но я помню как лет 20 назад слова пастора или как мне рассказывают люди с 30 40 летним обра периодом веры сроком давности говоря там вообще слово лидера было бам и кто-то нарушал его могли что угодно сделать сегодня эта ситуация уже никоим образом не существует и люди себя чувствуют под влиянием демократии или прочих вещей достаточно более свободными они могут оппонировать они могут иметь свои мнения я хочу вам сказать я думаю что в любом случае должна быть с одной стороны структура строя стороны достаточно много свободы эта свобода не должна приводить к греху к бунту но с другой стороны я не люблю вот такие вещи никогда не критикуй пастора как будто пастор он господь и бог непогрешимы и не и не делающий ошибок но каким образом критикуй если ты просто сплетни разводишь так будь уверен то что творец небес знает как справляться со злоязычным человеком можешь быть уверен не отходя отказ эти вещи случаются но это не значит что если ты с чем-то не согласен и тебя реально возмущают какие-то вещи пойди поговори с ним возьми какого-то дополнительного человека пойдите вдвоем поговорить с ним со старейшинами и решите вопросы потому что иногда могут быть перегибы я за управление но за мягкое управление когда есть много голоса у всех людей потому что в конечном итоге мы все равны общины наши полны людьми разумными мудрыми и если пастора лидеры дьяконы не знаю любого формата старшие открыты к тому чтобы слышать и слушать то это будет не авторитаризм а нечто добродетельное исцеляющее это то как я вижу вещи теперь когда структура намного больше она нуждается в том чтобы некоторые позиции были описаны более четко и более строго управляемые это необходимость потому что иначе возникнет хаос и шатание и особенно в больших общинах коим мы не являемся то есть ко мне может подойти любой человек позвонить в любое время вотсап написать и прочее обычно почти сразу отвечаю на самом деле я знаю целую массу моих друзей по старому которых и 2000 община и 3 и меньше больше и к ним тоже достучаться нелегко короче я против этих очень жестких пирамид но без разумной пирамиды и власти возникает абсурд анархия балаган и это не способствует к динамике здравого развития и динамика здравого развития не только рост общины это в первую очередь исцеление людей и это во вторую очередь явное прилипание к вере в господа бога следующих поколений я думаю что вот это значительно важнее чем просто ростом и ванили евангелизации что-то эти вещи могут быть и не быть в каждой общине свой дар желаю вам успехов и желаю вам быть сбалансированными в том что называется управление общиной церковью или чем угодно и мира вам шалом ВULLY Б encuent Woods Музыка Вулкан Субтитры создавал DimaTorzok